Добрый день! Продолжаем изучать серию пинтайдеров от Sengso. На этот раз четырехслойный. 5-axis 4-layer scoop. Пинтайдер четыре слоя. Коробочка. Техническая информация. Всякая тут нарисована. Еще раз название. Извлекаем. Есть инструкция. Да, в этот раз я инструкцию посмотрел. Потому что сам как-то не выявил нужных алгоритмов. Поглядел. Но мне не понравилось то, что здесь есть. Немножко поменял. И думаю, что еще поменяю. Такая инструкция. Вполне себе подробная. На двух языках. Но обозначения их свои. Всякие ТР, ТУ, ТД. Не очень привычные. Но собрать по ней можно. Что здесь интересного. Ну, я сделал такой узорчик. Думал, возможно такое или нет. Оказалось, возможно. И сделал такой же на пятислойной версии. Тоже казалось возможно. Сравнивать будем, ну, видимо, с пятислойной версией. Так как аналогов нет. Есть у нас младшие братья. Трехслойный и двухслойный. Про них уже когда-то рассказывал. Но они совсем проченькие. Но двухслойный поинтереснее. И вот какие-то интересные черты. Четырехслойный, как четный. К себе тоже перенял. Также напомню, что оригинальные пинтаэдры были от MF8 и Dayan. В основном серия была с крэйзи элементами. Вот базовая модель такая. Но я думаю, не за горами, когда на пинтаэдрах у Санксо тоже появятся крэйзи круги. Зеркальные крэйзи кубы уже начали выпускать. Ну, сравним. Слои у четырехслойного чуть потолще. Высота совсем чуть-чуть поменьше, чем у пятислойного. Но площадь грани побольше. Ну, видимо, механизм внутренний этого требовал. Есть центральные элементы на грани верхней и нижней. Такие особенные. Ну, и вот такие элементы на боковых гранях. Давайте перемешаем. Возможно, даже соберем. Вращается получше, чем пятислойный, по крайней мере, из коробки. Я немножко смазки добавил, стал вращаться еще лучше. Он более плавный, не такой тугой. Но пятислойный я пока настраивать не стал. Так и собирал не так много раз. Я думаю, он еще разработается. Но если не разработается, винты для настройки тут тоже есть. Все с ним в порядке. Не разваливается. Форму не меняет. Это же пентайдр. Хотя иногда хочется вот так как-нибудь повернуть. Но нет. Вообще, пентайдры это уникальная форма для головоломок. И не так много кто ее использует. Можно это направление развивать. Оно интересное. Я по-всякому экспериментировал и понял, что вот эти вот центральные элементы, ну, собирается они не сложно. Как на многих головоломках с треугольными центрами. И собирать их можно на разных этапах. Ну, для начала можно объединить вот эти крупные. Совершенно интуитивно. Так. Ну и вот эти. Причем порядок не так сильно важен. Главное определиться потом с желтым и белым центрами. Где какой будет. К примеру, сейчас зелено-красный уголок, да, вот с желтым цветом, не подходит. Если мы возьмем такой же белый, зелено-красный, то он подойдет. Вот красный с красным, зеленый с зеленым. Дальше соберем вот эти элементы. Они собираются примерно так же, как на пятислойном похожем алгоритмом. И есть вот такие вот перестановки. Этот сюда, этот сюда, а этот сюда. Что-то подобное. Потому что вот эти два можно исправить. Но прежде можно как-то улучшить положение. Но в данном случае нельзя. То есть когда есть два элемента одного цвета, но не на своем месте, его можно просто вот так вот переставить как-то. Сейчас таких нет, поэтому мы будем переставлять дольше. Но можно по-всякому вращать, пока остальное все не собрано. К примеру, вот и вот два элемента, синий и красный. Их переставим. Так, нижний, левый, внутренний, обратно. Просто левый. Опять нижний, левый, внутренний, обратно. Ну и можно больше ничего не делать. Ну по идее там в формуле еще вот это движение. И вот они поменялись вместе с этим. Дальше вот красный, зеленый, зеркальные. Этот и этот. Можно поменять. Делаем зеркально. Сначала низ, правый, внутренний, обратно. Просто правый. Низ, правый, внутренний, обратно. И вот стало хорошо. И остается вот этот и с этим. Из такого положения их менять тоже можно. Перестановка. Так, 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 вот так. Много показал. Этот сюда, этот сюда, этот сюда. Ну должно сработать. Давайте проверим. Низ, левый, внутренний. Низ обратно, левый. Еще раз. Низ, левый, внутренний. Низ обратно, левый. Видимо, в другую сторону была перестановка. Ну, значит, еще разок. Так. Ну, а можно было... У нас была вот такая ситуация. Да? Можно было просто вот так вот перекинуть и поставить сразу. А я просто не запомнил, в какую сторону. Так. Низ, внутренний, обратно. Просто левый. Низ, левый, внутренний, обратно. Так. Ну, вроде все хорошо. Что у нас собралось? Вот эти, вот эти, вот эти. Можем собрать центры, можем собрать вот эти. Давайте соберем вот эти. Для этого будем использовать что-то вроде флипа из 4х4. Она немножко не такой. Мне этот алгоритм пока не очень нравится, но из инструкции подберу потом другой, более мне привычный, через кубоидный пиф-паф. Ну, пока так. Что мы находим? Вот два элемента, которые нужно объединить. С правой стороны их держим. Делаем следующее движение. Полкуба. Дальше. Правая. Полкуба обратно. Нет, не это. Так. Что-то навертел, что-то сломал, но собралось. Еще разок покажу. Находим элементы, которые нужно собрать. То есть вот эти. Они должны стоять на одном уровне, как при флипе, при обычном. Ну, можно просто так вот переставить. Да. Вот эти, либо эти. Не важно. И делаем что? Половинку. Потом типа пиф-пафа вот такого. Половинку обратно. Ну и аналогичные движения. Так. И вот у нас собралось. И здесь, в отличие от версии 5х5, бывают случаи, что одно из ребер развернуто стоит на своем месте. Сейчас их расставим для начала. Вот, это стоит хорошо. Это стоит хорошо. А вот это развернуто. На 5х5 мне такое не встречалось, но может тоже бывает. Но мне кажется, это все-таки из отчетности. Поправьте в комментариях, если ошибаюсь. Решается нехитро. Решается нехитро. Сдвигаем половинку. Правая. Двигаем обратно. Теперь низ. Правая. И обратно. И это чинится. Так. Что у нас собралось? Ну, средний слой собрался. Ну, давайте соберем центры. И теперь не ошибиться, где их собирать. Если ошибешься, то получится что-то вот такое в итоге. Так. Давайте посмотрим. Вот желтый. Цвета совпадают. Значит, с этой стороны должна быть желтая грань. Ну, будем желтые собирать. Чтобы желтые собрать, будем как-то интуитивно это делать. Так. 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 Ну, это, видимо, не единственная ситуация. Но мне кажется, вот какие мне попадались, со всем пока справлялся. Надо, конечно, будет поразбираться. И для обучающего видео подробненько все рассмотреть, каждую. Записать. Ну, и решается интуитивно. Так же интуитивно собираются вот эти ребра. Почти полностью. Вот на пятислойной версии там все интуитивно. А здесь в конце может быть такая четная перестановка, типа паритета быть. Так. Вот много зелено-желтого. Сюда поставим еще один зелено-желтый. То есть мы его вставляем. Так. И меняем на какой-то несобранный. Так. Центры целы. Все целы. И у нас собралось ребро. Вот у нас желто-красное. Сюда поставим. Так. Вот на это будем менять. Поэтому я пока его вниз. Чтобы не ломать. И вот так. Что я собрал? Желто-красное. Вот сине-желтые. К нему вот комплект. Ребра пока разбежались, но это ничего страшного. Имеется ввиду вот эти вот. Поменялись местами. Так можно делать аккуратно. То есть двигая только внутренние слои. Но мне так привычнее. Так. Теперь смотрим. Мы это сюда поставим. А менять. Менять. Будет не очень хорошо. Поэтому давайте для замены что-то подготовим. Что-то подготовим. Вот так вот. Да. Вот это на замену. Ставим. Заменяем. Возвращаем. Так. И очень похоже на удачную ситуацию. Когда пройти-то не будет. Бело-синий. Так. Вот сюда. На что менять будем? Будем на что менять? А нет. Ошибся. В удачной ситуации тут и не пахнет. А нет. Нормально. Вот на нее будем менять. Неудачная может быть, когда два ребра не собранных. И у них надо серединки поменять. Тогда нужна специальная формула, которая есть в инструкции. Можно ее там найти. Так. Так. Заменяем. Вот так. Ну и все. Здесь у нас белые грани, поэтому будем собирать. Но для начала вернем вот эти ребра. Что у нас тут? Некрасиво как-то, да? Махнемся немножко. Чисто интуитивно меняется ребра на места. Дальше соберем. Здесь белые ребра не хватает зеленого. С возвратными движениями. Соберем уголки. Я собираю по-своему. Через кубойный пив-паф. Как это выглядит? Этот нужно сюда. R2, U. R2, U. R2. Вот этот будет меняться, но меня это не пугает. Бело-зелено-синий должен жить здесь. Делаю еще раз. И тут починилось. И у нас что остается? Ну, можно уже перехватить. Вот сюда нужно поставить вот этот элемент. Но я его сначала ставить не буду, так как развернется. Поставлю какой-то другой, а потом его. И на нечетной версии все бы собралось. А тут сейчас посмотрим. Тут могут быть сюрпризы. Так, сначала другой. Так, потом его. Ну и да здравствует сюрпризы. Вот такая вот перестановка на четной версии. Я не сравнивал алгоритм из 2х2 такой же, как в 4х4. Но этот я, честно, не запоминал. Поэтому я его посмотрю в бумажке. Бумажка мне подскажет. Тут такое есть. Да. Вот в самом конце вот этот алгоритм. С своими хитрыми обозначениями. M, D, R, M, U и так далее. Просто сделаем аккуратно. Меняет вот эти два. Поэтому их вот так вот и поставим. M, D. M, D это внутренний нижний слой. Дальше делаем R, M, U. Дальше. L, R, T, U это два верхних. R, T, U штрих это обратно. T, D, R, T, U. R, T, U, R, T, D штрих, M, U штрих, R, M, D штрих. Ну, алгоритм работает. Надо бы запомнить, либо вывести какую-то альтернативу, которая легко для меня запоминается. Вот такой вот четырехлойный пентайдер. Вполне себе занимательный. Мне, главное, понравилось. Понравилось тем, что не все здесь легко. Ну, если разобраться, то становится понятней. Да, пока, наверное, не оптимальный метод сборки я использую. Но будем развиваться. Пособираю еще. Сто сборок хотя бы надо сделать. Посмотреть, как будет удачнее. В принципе, я думаю, он не развалится, если его и на скорость пособирать. Ну, и с пятислойной версии это тоже попробуем. Кто-то жаловался на нестабильность. Но с моими вот версиями все в порядке. Пятислойный туговат. Четырехслойный нормальный. Чуть заедал, но немного смазки решило. Да и несколько сборок все-таки вращение улучшит. Вот такая вот интересная серия. Многослойные пентайдеры. Могу рекомендовать. Сэнксо. Молодцы. Ждем другие. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.